Одна из экспозиций, которая проходит в Старгуевской библиотеке, называется «Несчесть алмазов». Автор Людмила Кашкарова. Началось все с бисероплетения. Среди работ были цветы, диадемы, украшения, но захотелось чего-нибудь новенького. И случайно увидев в интернете информацию об алмазной мозаике, решила попробовать. Это очень увлекает. Это очень увлекает. Становится просто интересно скорее, а как это будет выглядеть. А как это вот? Вот я еще сделаю еще один цветочек, еще один листочек. Что это будет? Когда закончатся картины, есть какое-то удовлетворение. Да. Вот не зря прошла вот эта неделя или этот месяц. Очки, яркий свет, настольные лампы и ровная поверхность, условия, которые нужны и для работы, а также огромное терпение и усидчивость. К каждой картине присылаются вот такие алмазки под номером и с обозначением либо цифры, либо какой-то буквы. Путешествия, а особенно местности с горами, Людмиле Кашкаровой нравятся с детства. Воспоминания и сильная любовь к природе помогают в создании ее картин. У нас очень много читателей, которые обладают творческими способностями. Многие вышивают, рисуют картины, вяжут, ну и разными другими искусствами владеют. И мы, как библиотека, предоставляем им такую площадку выставочную, где они могут показать свои работы, а наши читатели могут их посмотреть. Не менее интересная и крепотливая работа и у Александра Каштанова. Выставка техника Великой Отечественной войны. Минометы, танки, бегущие казаки. Собирается все из очень мелких частей. Каждую деталь отдельно надо зачистить и склеить. Нелегкий труд. Детали человека, солдата здесь. Дальше идут детали мотоцикла нашего русского мотоцикла М-72. Из деталей получаются вот такие фигурки, которые потом раскрашиваются. И все. Александр Каштанов признается, что с самого начала его увлекает мир техники. Мечта всего его детства – бисмарк-линкор. Корабли у нашего героя на особым месте. Весь процесс выходов этих журналов два с половиной года. И плюс еще. Ну еще на этот корабль я потратил больше двух лет, чтобы его собрать и сделать. Его работы выставлялись в историко-культурном центре, а также в школе номер 6. Автор очень надеется, что найдет единомышленников среди детей, которых увлечет его занимательное хобби. Диана Гаврилова и я, Адамия Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.